Виктория Колыхалова Серебряная Аннушка Хозяйка открыла глаза. С век медленно сполз гнилой черный ил. Пустые раковые панцири легонько царапнули кожу, неслышно опадая на заросшее бурой слизью дно, укладываясь в тихие курганы в перемешку с белыми рыбьими костями. Мерзкие маски дохлой подводной живности молчаливо взирали на хозяйку бессмысленными студенистыми бельмами. Вокруг синхронно колыхались коричнево-зеленые водоросли, их бархатные щупальца корчились, приплетались, скользили, как невесомые сны по плечам, животу, по груди и глазам. Озеро пульсировало вокруг извечной нетерпеливой жизнью, перекатывая ленивые волны цвета тусклого серебра. Хозяйка была голодна, рот и глотка забились заплесневелой горечью, недожеванной чешуей и стухшим желудочным соком. Раздвигая зеленоватую и плотную, как янтарь, воду, она пробивалась мимо грибообразных донных растений, мимо пористых, как губка коряк, к россыпям непристойно растворенных моллюсков, чьи жирные тела она принялась вырывать из перламутровых створок и запихивать в рот. Внезапно хозяйка замерла, почувствовав приближение чего-то большого, страшного, абсолютно чуждого. Вверху, между дрожащим зеленоватым солнцем и прозрачной пленкой поверхности, пронеслись черные ревущие тени, загрохотала земля на берегах, а спустя время в воды озера спустилась сладкая река, алый шелковый занавес с запахом крови. Хозяйка кружилась в этих темных струях, не помня себя от восторга, закручивая водовороты и разбрызгивая сверкающие рубины до самого неба. Она была блаженно пьяна, и ее резкие стремительные движения вздымали водяные бугры по всему озеру. Ведомая страшной жаждой, она подплыла совсем близко к берегу. Здесь, в вязкой патоке, из грязи и крови ее ждал пир. Десятки человеческих тел, мертвых и еле живых, наполняли озерную воду теплом ароматного мяса, хмельными соками и сладкими судорогами смертельного ужаса. Никита злился, он был чертовски зол и расстроен. Шестизначной суммы, полученной за последний заказ, с лихвой хватило бы и ему, и двум помощникам-дагестанцам, и за аренду на три месяца вперед. Но закон подлости действует всегда и везде, действует из-под тяжка и наносит точечные меткие удары. Собственник бывших печатных цехов, в одном из которых располагалась мастерская, вздумал продать их придурошным новоришам. У этих эксцентричных до полного идиотизма хипстеров была в моде такая фишка — лофты, квартиры-студии в бывших производственных помещениях. И вот теперь Никита ломал голову, куда ему в двухнедельный срок перевести все свое хозяйство. Печь, два воздушных компрессора, наковальну, точильный станок, пневматический молоток, сварочный аппарат. А беда, как известно, не ходит одна. Вчера пришло известие о смерти бабки. Старушка жила в деревне одна. Она была крепенькая, как редиска, и помирать никак не собиралась, о чем и сообщала бодрым фальцетам всякий раз, когда внук звонил справиться о ее здоровье. И вот, пожалуйста, всего-то семьдесят восемь лет, охватил удар и в одночасье вышив дух из миниатюрного суконького тела. Никита ехал в деревню, кипя от злости, хотя и не признавался сам себе, но злился еще и на бабку. Ну, как не вовремя она! К его удивлению, в доме было прибрано, перед иконами горела свечка, а в холодильнике стояла полная кастрюля свежего борща. Парня будто что-то кольнуло в сердце. Показалось, бабуля просто вышла ненадолго покормить курочек, а не лежала в районном морге за индивевшим бревном. Из курятника и впрямь послышалось суматошное квохтанье, хлопанье крыльев и женский голос. «Цып-цып-цып! Цып-цып-цып!» Никита выбежал из горницы и на крыльце чуть не столкнулся с незнакомой женщиной в синей балоневой куртке почти до колен, резиновых сапогах и вязаной малиновой шапочке со смешным помпоном на макушке. «Здрасте!» — она первой подала голос. «Вы кто такой будете?» «Я». Он слегка растерялся от строгости, с которой был задан вопрос. «Я три губов, Никита». «А вы, простите?» Женщина не спешила отвечать и продолжала оцепеняюще смотреть на него. «А документы?» — снова строго спросила она. «Что? Документы есть у вас?» — спрашиваю. Никита начало веселить это, и он с улыбкой и нарочитой услужливостью вытащил из барсетки паспорт. «Вот вам мои документы. А вы, наверное, участковый». Женщина проигнорировала шутку и заглянула в паспорт, шевеля губами и сведя к переносице тонкие светлые брови. «Никита Ильич? Баба Катя внук, значит?» Удостоверившись в правдивости полученной информации, женщина вернула паспорт. «А Илья Васильевич где?» «Не приехал еще». «Он не приедет. Не успеет просто. Он живет далеко». Никита уже снова стал закипать. Не объяснять же ей, ей-богу, первой встречной все их семейные перипетии. Он звонил отцу, но даже не рассчитывал, что тот сорвется с Сахалина, где вот уже пятнадцать лет жил с новой женой и новыми детьми. Женщина еще какое-то время стояла молча, с поджатыми губами. «Сын не приедет мать хоронить». Такое по деревенским меркам было непонятно и непростительно. Но, видимо, уже решила сменить гнев на милость. «Что же мы на пороге стоим?» — сказала она с улыбкой, отчего ее глаза превратились в два небесных осколочка ярчайшего голубого оттенка. «Проходите в дом. А я Нюра, соседка. Мы с поманей за бабой Катей приглядывали помаленьку, хотя она молодец, до самого конца совсем справлялась. Да вы не стойте, садитесь, покушайте. Вот я еще щей утром наварила. Яички тут вот свеженькие. Лучок, огурчики». Продолжая щебетать безумолку, Нюра скинула в сенях бесформенную куртку, сапоги, стянула с головы смешную шапочку, осталась в тонкой футболке и старых джинсах. У Никиты перехватило дыхание. Это было какое-то колдовство. Вместе с уродливой одеждой она словно скидывала годы. Перед ним стояла совсем молоденькая девушка, встроенная, ладная, с толстой русой косой, бронзовым ровным загаром и невероятно милым лицом, открытым, улыбчивым, румяным. Кто-то назвал бы ее простушкой. Но именно эта вот безыскусность и неподдельная прелесть проникли в душу и разлились там неожиданной теплотой. — Конечно, он меня не узнал, — думала Нюра, ожидая в сенях на следующее после похорон утро. Я и сама на силу его узнала. Вон какой вымахал. Богатырь прям. Девушка улыбнулась, чувствуя, как к щекам приливает румянец. В памяти возникла блеклая, словно заляпанная серой краской картинка. Пухлый городской мальчик с извечной книгой-подмышкой, с кислой миной и жалобными вздохами, отбывающий летнюю ссылку у бабки в деревне, и соседская девчушка, совсем кроха, которую никто не замечает, за щербатым забором и зарослями девесила. — Ну что, пойдем? — бодро окликнул ее Никита, обуваясь и первым выходя на двор. Нюра, как и обещала, привела его к озеру, к старой заброшенной кузнице. Никита словно весь загорелся, стоило ей упомянуть ее как-то в разговоре во время скорых и малолюдных поминок. — А давно это добро пустует? — спросил Никита, проникнув внутрь через покосившуюся дверь. — Давно, — девушка протиснулась вслед за ним, — мама говорила, что своего кузнеца у нас в совхозе с самой войны не было, а прияжний тоже поработать не успел, на фронт ушел чуть ли не на следующий день, как его на это место оформили. А до войны кузня-то, я вижу, старинная. Парень со знанием дела гремел какими-то железяками, осматривал печь и подпрыгивал на досках пола, проверяя их на прочность. — Старинная, верно. Не скажу точно, но еще до революции здесь стояла. — Значит, был кузнец-то. Работал? — Был, да весь вышел, — лаконично поведала Нюра. — Чего так сурово, — подмигнул ей Никита. — Страшное, что приключилось. — Приключилось, но не с ним. — Ну расскажи, я люблю бабкины сказки, деткины подсказки. Они вышли из кузницы и, глядя на водную гладь, длинные мостки, разделявшие камышовые заросли надвое, девушка начала свою историю с вопроса. — Ты знаешь, как наше озеро называется? — Знаю, серебрянка. Нюра прыснула и с шутливым укором посмотрела на парня. — Не серебрянка, а серебрянушка. — Да? А какая разница? — Ты думаешь, почему? — продолжала спрашивать девушка, игнорируя вопрос. — Да ну как, почему? — Из-за воды. Вон, солнце воду серебрит. — Или это луна серебрит, а солнце золотит? В общем, для красоты так назвали. — Какой-нибудь запойный из комарок, из местных, — предложил Никита. Нюра снова хихикнула. — Нет, не из-за воды. Серебрянушка — это значит серебряная аннушка. — И что? Что за аннушка? Никита продолжал спрашивать. Не столько из интереса к деревенскому фольклору, сколько из-за возможности вот так запросто в теплый осенний денек смотреть на симпатичную девушку и болтать с ней ни о чем. Ему было хорошо, и тоска от ухода любимой бабули вроде отступила. — А то за аннушка! — серьезно отозвалась Нюра. — Давным-давно случилась здесь страшная история. Полюбила господская дочка кузнеца. — Жуть какая! — пошутил парень, и получил легкий шлепок по плечу. А барин очень богатый был, ученый да при титуле, и в единственной дочке души не чаял. Говорят, за князя ее мечтал отдать не меньше. Барыня страдала чахоткой да мигренями. Так что толку от нее было мало, она и из светелки своей почти не выходила. Так вот, грозил этой знатной семье не просто позор, а мезальянс. Никита кашлянул, но сдержался. А барышня словно оплаумела. По ночам прыгала в окошко и бежала в сторону кузницы. Кузнецу. — А что же кузнец? А кузнец-подлец оказался. Не глянулась ему барышня. Или еще чего, а только морочил он ей голову. Мол, я тебя так люблю, так люблю, хочу в знак своей любви смастерить тебе такое ожерелье, чтобы любая княгиня позавидовала. Да вот беда, беден я, нет у меня ни золота, ни серебра, чтобы на шейку своей Аннушки хотя бы маниста сделать. Так что не быть нам мести. Стыдно мне, что подарка не могу поднести. Так барышня, себя не помня, давай ему из дома таскать тайком серебро, то рублей несколько, то рамку с зеркальцем, а потом и вовсе ложки-вилки из фамильных столовых сервизов. — Не многовато ли для ожерелья? — спросил Никита, как бы невзначай, накрыв Нюрину руку своей и проскользив взглядом по выбившимся из-под малиновой шапочки легким пряткам. — Вот то-то и оно. Барышня, видать, умом не в папашу пошла. Кузнец ей в уши дует. Маловато, дескать, серебра для приличного ожерелья. Задумка, мол, у меня такая, чтобы всю тебя в серебро закутать, как Богородицу у нас в церкви. А барышня рада стараться. Тащит все свое преданное безродному брехуну. — Почему сразу брехуну? Он, может быть, художник. Может, и правда ожерелье ковал. — Ковал, конечно. Как не ковать? И даже барышне показывал, сколько уже сделано и сколько еще серебра ему надо. А сам медяшки с усальным серебром покрывал. А то, что барышня ему натаскала в слитки, переплавлял. Ездил в город и кутил там со срамными девками. Нюра строго посмотрела на Никиту и выдернула руку из его ласковых ладоней. — Ну, а озеро здесь при чем? — спросил парень. — То ли папаша что-то прочухал, то ли люди доложили. А почуял кузнец, что жареным запахло. Надо следы заметать. И вот, когда барышня пришла наконец-то получить свой подарок, он позвал ее на лодке покататься. Дескать, ночь такая лунная. Озеро словно в серебро одето. Как моя Аннушка. — Да он романтик был. — Он обманщик был и душегуб. Никита не стал спорить. Сказал ей, что ожерелье в лодке лежит. Барышня видит. И правда, у мостков лодка привязана, а в ней из-под ветоши серебрится что-то. Выплыли они на середину озера, и кузнец говорит, наклони шейку, Аннушка, прими мой подарок. Она склонилась, а он застегнул на ней ожерелье хитрым каким-то замочком. Барышня себя, не помня от счастья, выпрямилась, серебро фальшивое ей на плечи, на грудь легло. А кузнец, вместо того, чтобы обнять свою Аннушку, со всей силы толкнул ее за борт. Она даже вскрикнуть не успела, упала в воду и пошла ко дну. А кузнец ветош откинул, а под ней гора из медных цепей с бляшками, с усальным серебром покрытые. Все это за борт быстро-быстро перевалил и потянуло это ожерелье Аннушку на самое дно. И не отпустило уже никогда. Девушка замолчала. Над дальним краем озера пролетела стая тихих уток. Где-то совсем рядом затрещала камышовка. Вода подернулась крупной рябью под порывом холодного ветра с востока. А что кузнец? Кузнец в ту же ночь все слитки из стаяника собрал, телегу запряг и уехал в неизвестном направлении. Искали его вроде... Так так и не нашли. Может, сгинул где-нибудь. А может, нет. И Аннушку не нашли? Нет. Но в народе говорят, что стала с той поры Аннушка хозяйкой озера. Русалкой, что ли? Вроде того. Говорят, что хозяйкой водяной девой может стать не всякая утопленница. Только невеста. Юная, влюбленная девица на выданье. Хорошая сказка. Никита придвинулся вплотную к девушке и осторожно обнял ее за плечи. Она не сделала попытки освободиться. Сказка не сказка, а с тех пор никого, кто бы с пьяных глаз утонул или зимой в прорубь провалился, не находили. То есть купаться в озере можно сколько хочешь. Мы все ведь с малолетства из воды летом не вылезаем. Но вот утопленников хозяйка никогда не отдает. — Спасибо, что кузницу показала девица на выданье. Никита прижал девушку к себе посильнее. Она счастливо засмеялась, и так, обнявшись, они неторопливо пошли к деревне. Прочь от озера. Скрывающего свои тайны под серебристыми волнами. Топка гудела и шипела, как маленький дракон, заключенный в неволю. Пламя почти не двигалось, а распирало железные станки мощным, ровным, радостным жаром. — То, что нужно. Никита отер пот с лица, глаза тут же защипало, соленая влага проникла в самые чувствительные места. Умыться бы! Щурясь, он погремел рукомойником. Пусто, конечно. Кто бы озаботился его наполнить, прежде чем устраивать в кузнице огненные испытания? Он вышел за дверь в холодную мокрую темень. От кожи шел пар. Даже маленький дрестливый дождик не мог охладить разгоряченное тело. Оглянувшись по сторонам и убедившись в своем полном одиночестве, Никита снял пропитанную потом футболку и джинсы вместе с трусами. В три прыжка он оказался на берегу озера и уже здесь, на мостках, уходящих через камыш к открытой воде, скинул кроссовки. Со всех ног его обступила ночь, льнула к обнаженной коже дождевыми каплями, шевелила влажные волосы холодным дыханием, дразнила таинственным затишьем и непонятной тоской. Ночь странно звучала и странно пахла. Нежный приглушенный шелест дождя скрыл все другие звуки, как будто в мире не осталось больше голосов, лишь этот интимный диалог перетекающих друг в друга вод. Вдоль темных прибрежных зарослей тянулся над озером туман. Расползающийся белый белесый сгусток напоминал гидроперитную пену на гноящейся ране. Именно гноем, гнилью, гангреной, живой солоноватой грязью пахло сейчас от воды. Вздыбленная мурашками поверхность лениво колыхалась, как вязкая болотная жижа сквозь нее чувствовался чей-то пристальный взгляд. Гигантская утроба озера содрогнулась и исторгла еле слышный глухой, леденящий душу вздох. Внезапно с дьявольским воплем из камышей вспорхнула птица, и несколько раз бестолково хлопнув в воздухе крыльями, упала обратно в заросли. Никита еле удержался, чтобы не вскрикнуть. Вместо этого он крепко выругался и даже усмехнулся сам себе, пока бешено колотящееся сердце возвращалось в обычный ритм. Купаться расхотелось, и парень, свесившись с мостков, просто поплескал себе на лицо и потные подмышки, растер все еще горячую грудь мокрыми ладонями и зашагал обратно в освещенную оранжевым теплом кузницу. Воды озера леденеют стынуто берегов, где северный ветер уже надул тонкую ледяную корочку. Этот нарядный сокорок тает под полуденным солнцем, но по ночам схватывается вновь, кристаллик к кристаллику крепче и крепче. Хозяйка смотрит сквозь толщу остывающей воды на небо. Прямо над ней полная луна болтается и дергается, как живая в двойном кольце, в облачках серебристой каймой и тонком узоре озерного ледка. Пятнистая лунная кожура словно отражается в бесчисленных зеркалах на дне озера. Росы белеющих во мраке обглоданных черепов таращатся на нее темными дырами глазниц. Темно, холодно, спокойно. Год за годом, век за веком хозяйка стынет вместе с озером, наполненным затихающей тайной жизнью. Всю зиму Никита готовил старую кузню к работе. Сюда переехали две разноразмерные однорогие наковальни. Пневомолот, сварка, воздушные компрессоры, выгибающий круг, набор клещей и молотков. В апреле доставили латунь, медь, бронзу, поделочную и высокоуглеродистую сталь. Ого, сколько всего! Нюра почти не уходила из кузницы. Бежала сюда и после работы, и выходные с самого утра. Никита жил в бабкином доме и только раза три-четыре в месяц выбирался в город. А что это будет? Девушка пошуршала листками с эскизами причудливых орнаментов. Вот большой заказ получил. Перила для лестницы в стиле ар-деко. Нравится? Очень. Нюра ласково потерлась лбома о его плечо. А справишься один? Да, думаю. Позову пару мужиков деревенских подсобить, но пока сам попробую. Руки чешутся. Сто лет молотком не махал. Совсем размяк в ваших постарарях. Никита бережно отодвинул девушку подальше от печи с раскаленными кирпичами внутри, надел очки, брезентовый фартук и рукавицы. Эх, зудись плечо, размахнись рука. Он взялся за молот и клещи. Нюра, закрой уши. Гулкий ритмичный звук задрожал прямо посреди полдня и резкими толчками разошелся над водой. Серебристая поверхность вздрогнула и пошла рябью, разгоняя все дальше и дальше от берега металлический ляск, ввинчивая его в зеленые глубины до самого дна. Был, был, был. Белым был. Белым был лбом, 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 лбом. Белым лбом, белым лбом, белым лбом, Бели, беем, бьем. Белым лбом. Белым бом, белым бом, бьем, бьем, бьем. Неслось над озером. Бил, бил. «Бил, пил, пил, пил. Буду пить, буду бить, буду бить, буду пить, буду убить. Не любил, не любил, бил, бил, убил, убил». Зазвучала вода, утратившая плавную текучесть по воле варварского ритма. Хозяйка широко раскрыла рот в беззвучном бессильном крике. Со всех сторон миллиарды водяных капель, наполняющих озеро, вонзались в ее размягченную сыростью кожу, превратившись в отравленные иглы под действием этой издевательской дьявольской музыки. Грохот наковальни разорвал сонные чары, наполняющие сердце хозяйки холодом и равнодушием. Застарелая, дремлющая, словно под слоем донного ила ненависть, прокатилась вдоль позвоночника. Озеро замерло в предугарном затишье, чутко прислушиваясь к своей хозяйке. Раздувая ноздри, она двинулась к берегу, туда, где за коричневыми плюшевыми рыльцами рогоза чернела старая кузница. В воду с оглушительным плеском упало тело. Подвижное зеленое солнце как будто лопнуло от прямого попадания этого живого снаряда и разлетелось по всему озеру кипящими, переливающимися протуберанцами. Эти осколки жгли хозяйке глаза, но она не отводила их, следила за движением крупного мужского тела, от которого шел сводящий с ума запах огня, пота и железа. Железо, расплавленное огнем, остуженное водой, расплющенное, битое, послушное, тяжелое. Она смотрела вниз на могучую спину, раскидистые в блаженстве расслабленные руки и ноги, наколыхающиеся пшеничные пряди волос. Она тянулась губами к обнаженной горячей коже. Нюра стояла на самом краю мостка и с улыбкой наблюдала за Никитой. Вода с растворенным в ней полуденным светом ласково обтекала его красивое мускулистое тело. Он улыбался ей, а она улыбалась ему в ответ, и желтые блики прессали между ними. Вдруг Нюра почувствовала, как посреди этого теплого весеннего дня спину продрал мороз. Кожа мгновенно покрылась мурашками, а улыбка застыла и превратилась в некрасивую гримасу недоумения и нарастающего ужаса. Она увидела что-то в воде. Кого-то. Рядом с Никитой, с его мокрой щекой, из темной глубины смотрело лицо. Ужасная зверская маска, округленные не мигающие рыбьи глаза, два ряда симметричных тонких щелочек вместо носа и огромная толстогубая пасть, полная торчащих в разные стороны белых треугольных дьявольски острых зубов. С почти голого черепа на десяток метров вокруг растекались похожие на склизкие подводные травы, зеленовато-белые волосы. Тело — гнилое бревно, покрытое то ли крупной чешуей, то ли ржавыми металлическими бляшками, спускавшимися причудливым узором от горла до прозрачного раздутого живота, где шевелились кольца червей-паразитов. На месте конечностей раздувались широкие темные многослойные валаны, ритмично вздымалось и опадало бурое, бархатное медузе-бахрома. Чудовище парило под водой в нескольких сантиметрах от живой горячей человеческой плоти, тянулось к ней, разевая голодную пасть. Нюра вскрикнула и инстинктивно взмахнула рукой, протянула ее в предупреждающем жесте. Ее любимому грозила опасность, и все ее существо рванулось к нему на помощь. В ту же секунду она потеряла равновесие и сорвалась с мостков в воду. Навстречу недоуменному взгляду Никиты и хищному оскалу подводного монстра. Хозяйка открыла глаза. Высоко над ней, путаясь в плотных щупальцах водорослей, покачивалось зеленое солнце. Взвесь из колышущихся пульсирующих изумрудных точек наполняла бесцветный свет, разлитый вокруг. Хозяйка повернулась набок и уставилась на то, что бесформенной осклисткой кучей темнело рядом. Два тела. Двое мертвецов, соединенных телесным объятием. Один большой разложившийся студенистый мешок с перемолотыми в крупу костями внутри. Другой, похожий на рыбий скелет с огромной и глазубой пастью и массивным тускло блестевшим ожерельем, провалившимся сквозь ребра и рассыпавшимся по мягкому и листому озерному дну. Хозяйка лениво шевельнулась и направилась прочь туда, где за зубчатой кромкой камыша и коричневыми рыльцами рогоза спускался к озеру пологий берег. Она не чувствовала ничего. Ни боли, ни страха, ни холода, ни ненависти, ни любви. Только голод. Сильный голод.